Прежде чем мы отправимся в исторические подземелья Москвы, хочу порекомендовать вам канал Бесстрашной Девушки. Действуя наперекор страху и риску, она снимает видео о чрезвычайно интересных и нередко совершенно неразведанных затошенных местах. На канале вы сможете почувствовать настроение участников походов и опасность, которой они нередко подвергаются, забираясь на объекты, находящиеся под длительным вниманием охранников. Переходите по ссылке в описании или в конце видео и не забудьте подписаться на этот канал. Вот такая она историческая красота. Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Андерволд и его ведущий Степнивольд. Вот такой вот реквизит у нас сейчас для того, чтобы попасть в одно легендарное место, к которому мы сейчас и отправляемся. Чертолия. Ручей в центре Москвы известен еще с древнейших времен, давший на тот период название местности, располагавшейся рядом Чертолия. Позднее по наименованию ручья была названа и Чертольская улица, идущая от центра к Чертольским, позднее Причистинским воротам Белого города. Ручей брал свое начало у Козьего болота, позднее Причистинская площадь, а ныне Патриаршие пруды. Далее протекал вдоль современного бульварного кольца, вдоль Никидского и Гоголевского бульваров, и впадал в Москву рек рядом с храмом Хреста Спасителя. Место положения устья сохранилось и панель. Это одна из самых легендарных подземных рек Москвы, ручей Чертолий, который протекает в самом центре, в районе Гоголевского бульвара. Там впереди можно видеть историческое яйцо, сейчас забранное в бетон. После постройки в конце 16 века крепостной стены Белого города, Чертолий дополнял своими водами крепостной рог, создавая дополнительную естественную защиту к картификационным сооружениям. Высота коллектора здесь небольшая. Вот сейчас я нахожусь у развилки, в сторону уходит ручей Сифса Вражек в квадратном коллекторе. Впереди, после пересечения с коммуникациями, усиленными таким швейлером, вперед уходит сам чертур и основное русло. Вот такая она историческая красота. Ливневые сливы в виде яйцеобразного коллектора, старые пересечения с инженерными коммуникациями и кирпич, кирпич, кирпич. С началом активной застройки прилегающих территорий и сносом стены Белого города в конце 18 века, ручей ждала обычная для естественных водоток, препятствующих городскому строительству, участь. Он был убран под землю. Точную дату сейчас установить тяжело. Но основываясь на цитате из энциклопедии «Вся Москва от А до Я», в которой говорится «Бульвар» имеется в виду Никитинский, был устроен в конце 1810-х годов и имеет ступенчатый рельеф, обусловленный перепадом лесот некогда подтекавшего здесь луча чертур. А также на ряде исторических документов можно предположить, что часть луча чертуры была убрана в коллектор в числе первых рек, канализованных в Москве на ряду Снегринка, а возможно и раньше. Дошли мы к очередной развилке. Здесь примыкает подключка, которая идет от ливневой канализации. Так, вперед. Рельеф разделяется на два коллектора. Здесь это разделение усилено балками. И, как говорил один очень умный человек, если вдруг становится низко, широко и многоколлекторно, значит вверху стопудово проходит что-то важное. Я, ради интереса, попробую залезть в правый сухой рукав. Вот я сейчас внутри сухого рукава. Диаметр здесь меньше, чем у параллельного основного рукава. А вот так вот выглядит корректор в обратную сторону, откуда мы пришли. Очередное препятствие я заливаю. Видите, и сечение с другими коммуникациями. В центре это встречается особенное участок. Значительная часть коллектора имеет небольшую глубину заложения. И, находясь внизу, можно слышать звуки, доносящиеся с улицы. Стук шагов и разговоры прохожих. Одной из изюминок ручья является дюкер под Сокольнической риней метро в районе станции Кропоткинска. Начинающийся красивой камерой с клонат. Ручей, разделенный на два потока, ныряет вниз на глубину более 5 метров. И уходит под нависающий над ним бетонный короб, в котором в перпендикулярном течении проносятся поезда метро. Эта уникальная конструкция была разведена еще в 1934 году. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чуть ниже! А дальше я рискнул спуститься в дюкер. Почему рискнул? Дело в том, что скобы, смонтированные в стене, похоже, ни разу не не монтировались с момента постройки и отдыхали. И изрядно прогнили. До сих пор все, кто спускался вниз, использовали для страховки альп-снаряжение. Но поскольку у меня его не было с собой, я решил спуститься в дюкер по скобу, без страховки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К сожалению, спустившись до уровня воды, я не смог нащупить под ногами ни ни между ступеньки, ни два. И решил не продолжать испытывать судьбу, а подняться обратно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а теперь вернемся обратно, кустью ручья Сивцев-Вражек. Ручей Сивцев-Вражек, правый приток Чертория, который был убран подземно примерно в один и тот же период, что и сам Черторий. Судя по бетонным участкам его коллектора, Сивцев-Вражь позднее претерпел капитальную реконструкцию. Вот мы и побывали в легендарном ручье Чертовых. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на канале, впереди еще очень много интересного. Подписывайтесь на наш канал, кто еще этого не сделал. И не забывайте ставить лайки и делать репосты этого видео на ваших страницах в соцсетях. От вашей активности зависит развитие нашего канала. Всего вам самого наилучшего! Скажите что-нибудь на камеру, девушка. Можно угорать?